итак доброго времени суток друзья как видите у нас сегодня новый проект новый обзор проект называется virtual project но с этим проектом не все так просто он-то новый как новый но он совсем вроде бы как и не новый вот такая вот аллегория но я постараюсь вам все сейчас разъяснить в чем же здесь загадка а загадки в общем то никакой нету этот проект просто переименовался по каким причинам он переименовался бог его знает скорее всего что данная сборка была просто перепродана другому владельцу но это как бы не точно и это мое мнение я то просто так думаю вот и все ну а если кто смотрел мой обзор на остров майами было совсем недавно в общем то то узнает просто там у нас была зимняя сборочка то есть поставлен зимний мод снежный а сейчас летний мод вот и все а так это точная копия майами но майами так и не вышел свет он закрылся переименовался его сейчас уже вышел под третьим названием как видите он называется virtual project вот такая очень предыстория в общем то проект тот же самый если кому интересно можете посмотреть у меня есть на него обзор уже ну и вот будем делать на него новый обзор а почему же я решился сделать на него обзор если он у меня уже есть ответ очень простой мне написала администрация этого проекта с просьбой сделать стрим но стрима я не делаю по причине того что у меня нет времени я и для записи уделяю по 20-30 минут захожу делаю какие-то записи и закрываюсь поэтому на стриме пока у меня нету ни времени да и в общем то есть желание особого пока нету но зайти и сделать переобзор я счел нужным ну и к тому же администратору сказал что они сделали некий ребаланс и в общем то исправили ряд ошибок ну для этого я зашел посмотреть что же они именно исправили ну и какая есть разница между островом майами и нынешним вот этим вот virtual project ну и также я приглашаю вас вместе со мной проследовать и посмотреть на этот проект свежим взглядом ну и постараемся как можно меньше сравнивать его с проектом майами каким он раньше был или как он раньше назывался но так или иначе я понимаю что все равно это будет всплывать все равно будут сравнения ну ладно давайте приступим к обзору и как мы видим что с модельками стало наоборот только хуже если я прошлом видео говорил что бутылки перевернуты то теперь еще и подергиваются модельки ну вот такие вот изменения ну ладно следуем далее и далее у нас банкомат а в банкомате насколько я помню было что-то 77 77 одни семерки в общем по крайней мере так было на прошлом проекте но и как видите здесь осталось то же самое ну в общем то я и не жду что они поменяют все досконально прямо все и даже стоимость подъемных денег тоже изменит нет зачем это делать если ну экономика подогнана и экономика поправлена то и значит и сумма тоже логичная ну в общем то мы снимаем эти денежки и продолжим наше путешествие а следующим шагом предлагаю пройти в магазин лицензии для того чтобы посмотреть ну на сами лицензии хотя вряд ли мы увидим там что-то интересное но зато мы увидим цены и хоть поймем много ли или мало эта сумма в 77 тысяч ну и мы видим что рынок и магазин не изменили стоят на том же месте но посмотрите какая дистанция прописана не обязательно даже заходить в магазин мы стоим метрах в трех от магазина и уже можем с ним взаимодействовать интересное решение и вот не помню я хвалил или нет но таблички как вы можете заметить очень крупные я их даже не увеличиваю потому что и так в общем то все видно все хорошо читается в этом же кстати уютном дворике и расположен магазин где можно будет продавать плодовые овощные культуры ну а вот таким вот образом здесь сделан планшет не знаю достаточно спорное решение вы видите сделал на это вот таким вот образом но если нажать на какое-то меню то выскакивает картинка из старого образца планшета а то есть вроде бы как изменения в планшете есть а с другой стороны изменений никаких нету потому что ну само меню то оно то же самое что и было в старом планшете то есть на старой сборке как видите и вот это так называемая губернаторская я уже как-то раз говорил я абсолютно не понимаю почему нажимаем на строку губернатор а видим сколько стоят яблоки но это относится к старой сборке поэтому что тут бомбить но и вот такая вот карта она тоже без изменений и к карте у меня есть куча претензий но я не буду об этом даже и говорить потому что об этом я говорил и еще в предыдущих частях и постоянно говорю что на старых сборках карта практически бесфункционально вот это меню которое мы видим она не рабочая она только убирает или добавляет группы иконок поэтому ну эту карту я на самом деле не люблю далее же я предлагаю проследовать магазин автомобилей и насколько я помню на майами была одна прикольная моделька она была доступна с самого начала это была наша лада давайте посмотрим если она здесь если она если я ее обязательно куплю потому что я был в восторге от этой модели ну и да как мы видим она здесь есть сейчас я ее приобрету ну и давайте заодно уж посмотрим что здесь есть а есть здесь а есть здесь нечего вот так хочется сказать нет но машина очень мало конечно и видите одна строчка почему-то скрывается я не помню было ли это на майами но вот нижняя строчка она скрывается как видите может быть это из-за того что я поменял худ с маленького на средний размер может быть из-за этого у меня такая беда вот как видите я нижнюю строчку не вижу ну а модельный ряд вы видите машина здесь очень мало скудное количество я бы так даже назвал покрасок я тоже не вижу в общем то вот такая вот модельная ситуация на этом проекте но машинки есть интересные принципе ну их очень и очень мало я уже говорил что по моему в прошлом обзоре что но не мешало бы что-нибудь добавить особенно начальный транспорт но какой-то очень унылый но вот это восьмерочка мне очень нравится ее то я и приобрету не только из-за того что она мне нравится из-за того что больше здесь приобретать нечего и этот грузовик он почему-то поместительности даже меньше ну и в общем то мне он вообще не нравится он стандартный но на этом проекте реализовано так что после покупки вы оказываетесь прямо в машине не надо выходить открывать закрывать вы сразу же телепортируетесь в машину и уже происходит вид от третьего лица на вашу машину почему так здесь сделано но машинка выглядит вот так я не перестаю ей удивляться действительно молодец автор очень хорошо над ней поработал она как выглядит хорошо так и едет хорошо действительно очень прикольно управляется если кто-то зайдет на этот проект настоятельно рекомендую попробуйте действительно вот ну какое-то интересное ощущение если у вас когда-нибудь было ли у когда вы ездили на подобные модели жигулей в реальности вам понравится действительно машинка ведет себя очень адекватно у нее двойной звук звука третьего лица 1 а внутри машины звук совсем другой ну действительно очень приятная машинка да там можно прикопаться каким-то деталям но в принципе для дешевой машины для начального уровня эта машинка и прорисована и работает и управляется отлично ну вот действительно настоятельно рекомендую попробуйте если сюда зайдете ну а следующим шагом предлагаю посетить магазин одежды для того хотя бы чтобы купить рюкзак ну одежду наверно покупать не будем хотя бы посмотрим на количество одежды но и приобретем для себя что-то необходимое выдвигаемся ну а сам магазин здесь стоит таким особнячком в таком вот полу садике полу дворике не стандартное достаточно место ну и давайте быстренько бегло оглянем количество одежды и дергаем отсюда потому что ну это я уже все показывал и это мы видим на протяжении уже всех моих обзоров ну а показываю же я это для того чтобы вы могли увидеть что здесь есть и второе мне кажется что вот такие вот мелочи и создают сам проект да это не самые важные пункты в рп проекте то как будет выглядеть ваш персонаж или на чем он будет есть да не самое главное но согласитесь вы каждый кто играет хочет чтобы ваш персонаж выглядел как-то уникально одет как-то по-своему под ваш вкус под ваш выбор то что нравится вам если скудность одежды заставляет всех ходить как интернатских одинаково ну мне кажется это тоже не особо интересно будет и не придаст какого-то интереса игре поэтому я всегда показываю что есть как можно выбрать что можно выбрать как персонализировать своего героя ну в общем то вот поэтому я это все и показываю хотя одежда из-за проекта в проект перекочевывает и каких-то вот интересных действительно уникальных штуковин я замечаю редко вот здесь представлены внизу списка не красным которые помечены для вип игроков просто для простых игроков по последней строчке есть интересная одежда она мне приглянулась также на этом проекте есть еще и магазин украшений она стоит отдельно называется поясни за шмот тоже есть интересные уникальные штуки может быть мы их коснемся ну а сейчас давайте проследуем далее а именно в магазин за инвентарем посмотрим какой инвентарь здесь продается насколько я помню здесь есть все виды и лопата и кирка и топор и даже какие-то то ли грабли то ли тяпка что-то здесь есть ну давайте смотреть ну и мы видим что в общем то все магазины выполнены в одном стиле черно-оранжевой таблички стоит автовращение но как всегда или не как всегда как мы это уже заметили подергивание на все во всех магазинах какие-то подергивания подлагивают немножко модельки видимо не очень аккуратно прописано вот это автовращение но есть интересная фишечка мы сначала накладываем в некую корзину то что мы хотим и потом все оптом покупаем видите у меня уже есть три предмета но к сожалению не хватает денег так что мы сейчас один предмет удалим и приобретем ну и в общем то выдвигаемся дальше а дальше друзья я поехал яблочный сад ну кто играет в армут знает он находится выше ковалы в общем всегда в одном и том же месте я даже не посмотрел на карту просто поехал в расчете на то что он никуда не денется он там всегда на всех сборках стоит даже на новых сборках он стоит именно там приезжая туда а там нет яблочного сада его выпилили с этого проекта блин вот это у меня конечно поразило поразило потому что зачем зачем его туда выпилили но я поехал ближайший персиковый он тоже находится в стандартном месте но сейчас вы видите где я нахожусь выглядит это вот таким вот образом нету мешков есть какие-то корзинки корзинки кстати симпатично аккуратненькие но и выполнено это все вот в таком вот виде за каждые три взмаха выпадает две корзины можно сделать шесть взмахов выпадет четыре корзины и потом мы их надо быстренько собрать есть у них время какое-то потому что если долго собирать то последнюю корзину пишет что срок годности истек в общем то такая достаточно стандарт некая сборочка но вот таких вот корзинок я честно говоря не припомню наверное они встречаются часто просто я не очень часто езжу на персики для меня просто было так немножко интересно посмотреть что за корзиночки такие здесь выпадают но в общем не будем здесь задерживаться вы все увидели и все остальное очень стандартно то как я ездил продавал эти персики не думаю что кому-то будет интересно ну а точка продажи находится рядом с магазином лицензия дальше проследуем организацию фидекс в общем то она также перекочевала с острова майами практически без изменений да не практически точно без изменений здесь я уже заранее разделся и уже в трусах пошел устраиваться в фидекс ну по той простой причине что надо менять свою одежду на одежду этой организации где она находится как оформлена вы сейчас видите в общем то достаточно прикольно сделано но это уже все заезжено в это все сто раз видели поэтому мы это сейчас все в очень ускоренном режиме пройдем вот таким вот образом я уже переоделся и получил машину сейчас мы также в ускоренном режиме пролетим этот маршрут напомню просто что я и всем рекомендую и сам все время так делаю я беру первую и двадцатую точку но это в том случае если есть выбор точек есть такие же почтовые службы где точки выпадают рандомно но я точно знаю что здесь нет никакого рандома мы выбираем самостоятельно и я всегда выбираю первую и двадцатую это самая высокооплачиваемая точка но ехать надо с одного конца ковалы и в другой конец карты абсолютно поэтому выдвигаемся не будем долго ждать и вот друзья по пути к первой точке я еще даже не доехал до нее настал какой-то просто адский туман я видел туман на таново но на altis если честно я вижу туману такой густой первый раз он действительно заставляет меня тормозить я не могу я вижу как вы видите недалеко поэтому ну прикольно к слушайте еще атмосферности придает вечернее время и вот этот дождь прикольно я ну честно говоря не могу вспомнить было ли на каком-то проекте нечто подобное интересно интересно сделано не знаем будет ли это в пользу или наоборот только мешать игре но выглядит согласитесь прикольно но его в таком тумане я добрался до первой точки и как мы видим точка немножко изменена ну я это уже видел такое ставит вместо контейнера знаете такой огромный желтый контейнер ставят такой почтовый ящичек а дальше меня удивило что наконец-то кто-то догадался сделать коробку в цвет организации сиреневая как видите коробочка с надписью фидекс чего я только не таскал на этих проектах я таскал пень я таскал какой-то квадрат серый я таскал пластиковую баклажку и все время говорил но неужели никто не может сделать коробку в цвет той организации которая у вас залито на проект и вот здесь это сделали как видите коробка фидекс в тех же тонах что и машина что и моя форма ну прикольно же почему это не делается везде почему делается вода пень баклажка еще какой хрень надо носить вот здесь это решили но прикольно мелочь вот опять мелочь казалось бы чего удивляться то но вот я вижу например у коробку с надписью фидекс первый раз в основном это какая-то невнятная хрень лежит и ты ее просто грузишь машину вот мелочь а приятно ну ладно выдвигаемся дальше дальше мы упираемся в памятник архаизму и надменности полицейского управления кстати на многих проектах за объезд подобной конструкции вас могут арестовать ну что поделать это пережитки двадцатого века не все готовы отказаться от средневековых замков полицейских тамплиеров ну ладно проезжаем дальше но их баню а дальше наш путь как всегда лежит в аэропорт для просмотра авиационной техники и вот пока я туда ехал надо отметить что фпс на этом проекте просто божественный никаких ни пролагов ни торможений все идет гладенько отлично то ли это происходит из-за того что карта подверглась минимальным изменениям то ли из-за того что сервер лежит на хорошем железе не знаю не знаю но с фпсом все отлично ну а касаемо летной техники вы сейчас все видите опять я не вижу нижнюю строчку но похоже там написано емкость бензобака скорее всего но я ее не вижу ну летную технику вы видите мне опять интересен только один вертолет это первый за миллион сто двадцать пять да по моему стоит но все остальное мне конечно же не по карману будет и ну фармить на это нету ни времени не в общем-то желания ну техника вот такая вот это мой любимый кстати вертолетик очень плавный приятный и на всех проектах он очень грузоподъемный вот эту технику стандартную я не очень долюбливаю она более военизированная мне нравится все-таки гражданская тематика ну вот такая вот техника запомним эту стоимость и вернемся за ним чуть позже здорово будь здорово говорю слышно вот я как раз таки и не взял к сожалению ты часто я рукой махал да я что-то пролетел думал нет надо вернуться не к сожалению нету хочу он тебя вроде как че ну самую не ломан на движок что-то барахту здесь не поможет хочу вообще не на ходу не закрыл его даже солидная машина здоровая ну вот на чем такой на 24 чтобы открутить здесь вот чтобы поднять сколько надо чтобы с такой купить дал зашел пока вам посылки вожусь я поступила он нет у меня ключа хотел помочь но нет к сожалению мне не хватило поступила говорю смотрел банкома по 777 здесь приходит не там у тебя 500 тысяч должно было правительство отставить не 500 тысяч точно не было блин банкомат по любом должном поехали с тобой короче оставим это ведро здесь что один работаешь друзей то нету не пока нету я вот только-только прилетел ну надо что-то заработать срочно попробовал персиков собирать что-то не тухляк блин а ты был прав точно пришли они учет я не видел вода я богатый теперь спасибо да не за что не ворует а моя зачем украл машину то блядь я по-другому не умею мужик спасибо от душе да ладно че че от душе кстати дать не не спасибо я этим не занимаюсь давай давай это не твоя же да не это казенная ну и вот друзья такая вот случайная абсолютно не случайная встреча у меня произошла если кто понял то это кто-то из администрации а не простой человечек это было понятно потому как он оказался там на трассе как очутился ни с того ни сего у него целый не поломанный камаз по поводу которого он пытался отыграть в режиме р.п. ну и деньги которые типа пришли мне от администрации это пришли конечно же от него потому что никакого сообщения в общем-то не было ну и то что я еще половину записи не выложил потому что пока мы ехали он баловался с админской панелью и из-за чего вызвал жуткие лаги он опять доставал дождь он делал туман он и все это обыграл типа это он понятия не имеет что сейчас происходит поэтому вот такая вот встреча у меня произошла но эта встреча принесла мне еще 500 тысяч поэтому продолжим наш обзор но я просто должен извиниться за тот свист который вы слышали во время диалога с администратором дело в том что у меня щенок лабрадора и мы купили ему игрушку с которой он не расстается так как я не планировал ни с кем общаться я не выгнал его из комнаты но и он забежал со своей любимой игрушкой остановиться и выгнать его я уже не мог поэтому простите пожалуйста за такой доедливый свист он не может расстаться со своей любимой игрушечкой ну а я тем временем продолжаю путешествие по этому проекту и мы едем магазина техники а именно грузовой техники но данный магазин расположен в абсолютно стандартном месте там же где и в общем-то везде на этой сборке слава богу стоит банкомат бегать не придется за что тоже спасибо автору ну а вот благодарность за предоставленные автотранспорта я выразить не могу его ну я просто скажу его нет все что я могу купить это вот этот вот грузовичок все больше ничего не по карману больше начинающий игрок здесь ничего не увидит но это очень скудно ну просто я даже не я не знаю если еще проект на котором ну вот такая скудность по автотранспорту моделей на просторах интернета миллионы но неужели нельзя добавить что-то поинтереснее ну вот этого стандартного грузовичка да мы видим есть модели но это уже следующий шаг причем две из них для вип игроков нет ребята это на самом деле не серьезно нужно предоставлять какой-то выбор начальному игроку на начальных этапах но как видите я ограничен все я кроме вот этого белого грузовика ничего взять не могу но это очень нищенский выбор просто очень нищенский решите с этим что-нибудь ребята решите ну а далее друзья я немножко отступил от своего стандарта я не поеду сначала на добычу каких-то ресурсов по совету этого администратора я купил металлоискатель и поехал искать и какие-то клады этим я никогда не занимался поэтому было интересно выглядит это так мы покупаем металлоискатель в инвентаре нажимаем на него и на карте загораются пять точек на котором мы выезжаем и начинаем вот так вот копать если вы угадали то появляется вот такой вот ящичек в ящичке может быть все что угодно мне везло мне попадались в основном деньги но выпадали и золотые слитки и какие-то алкогольные напитки ну и сказать откровенно подобным видом занятия занимался всего один раз того проекта уже не существует он помер и там это не было таким дорогостоящим занятием как здесь на том проекте это было так на работа для начинающих чтобы хоть какую-то копеечку заработать там был выбор выбираю собирать персики апельсины или вот иди с металлоискателем здесь же это очень выгодное занятие и как вы видите денежки выпадают очень хорошо в общем то этим я и занимался на этом проекте не какое-то время ну а чем я занимался дальше что еще есть интересного на этом проекте мы увидим следующей серии а на этом у меня все спасибо всем кто посмотрел ну и всего вам доброго а